Поздравляю! Если вы смотрите это видео, значит вы стараетесь осознанно принимать решения в своей жизни. Но согласитесь, это не всегда получается. Меня зовут Алина, я помощник иммиграционного юриста компании Relocate. И в этом видео я расскажу о том, как часто мы даже не замечаем, что выбрали неверный путь для достижения целей, и в итоге не достигаем их. И речь тут пойдет не только об иммиграции. Признаюсь, это видео необычно для нашего канала, но оно будет интересно и полезно всем, так что смотрите до конца. Давайте будем честными. Мы все здесь взрослые и умные люди, и уже давно не пользуемся устаревшими суевериями, которые не имеют смысла. Например, мы не прикладываем подорожник к вывихнутой ноге, а включаем здравый смысл и идем к врачу, потому что это логично и правильно. И такая схема должна работать во всех ситуациях в нашей жизни. Однако в реальности все происходит совсем не так. Давайте вспомним, когда последний раз вам нужно было найти ответ на какой-то вопрос. Например, отзыв о какой-то вещи или услуге, решение какой-то проблемы или варианта для переезда. И что вы сделали в этой ситуации? Правильно, вы залезли в интернет или YouTube, послушали популярного блогера или пошли спрашивать у знакомых, которые имеют какой-то опыт в этом. Соответственно, вы получили ответы, сфокусировались на тех из них, которые вы ожидали получить и приняли свое решение. И это вполне нормальная схема, но только если мы говорим о каких-то бытовых вещах, которые не сильно влияют на наше будущее. Но что если мы говорим про такую вещь, как переезд в другую страну? Казалось бы, что может быть серьезнее, чем изменение культуры, языка, работы, народа, всей жизни в целом? Очевидно, что к этому вопросу как раз и надо подойти с трезвым умом. Однако, несмотря на то, что эта очевидность лежит на поверхности, большинство из нас все же пользуются легким путем и принимают решения о выборе страны, города, способах иммиграции и так далее, опираясь на видео с YouTube или картинки в интернете. Или же, что еще лучше, подписавшись на блогера из желаемой страны, который транслирует исключительно свое субъективное мнение и свой опыт. Однако, на основе этого люди массово принимают часто неправильные решения к переезду, которые кардинально меняют их жизнь и приводят к большим неприятностям. Приведу реальный пример. На YouTube сейчас очень много видео от людей, которые самостоятельно заполнили заявку QAID и им повезло получить визу и переехать. Эти люди не являются иммиграционными юристами, им просто однажды повезло. Однако, они выставляют себя как профессионалов, будто бы они все знают о программе, документах, а потом могут помочь и вам с чем угодно. Часто, конечно же, за деньги. И поверьте, спрос на их услуги немалый. Однако, в этой ситуации люди, которые доверяют блогерам, даже не задумываются над тем, что это блогер, вообще-то не профессионал в этом деле. И в случае, если у вас что-то не получится или вы что-то не то напишите в анкете или не те документы подготовите, он не несет за это ответственности. А вот в будущем могут быть очень серьезные последствия. Например, вы планируете легализоваться в стране, готовитесь, подаете документы и получаете отказ. Потому что человек, который помогал вам, был не юристом и упустил какой-то момент или совершил ошибку. То же касается и видео, где люди, которым посчастливилось получить визу в США или Британию, дают свое экспертное мнение относительно того, как вам надо действовать, как заполнять документы, какие финансовые бумаги готовить и так далее. Особенно это популярно среди тех, кому удалось выиграть грин-карт. Часто на ютубе можно найти целые каналы, посвященные этой теме, но при этом ведут их не юристы, а обычные люди, которые начитались и насмотрелись таких же не юристов и теперь подают все вам как экспертное мнение. Однако вы должны понимать, что их схема могла сработать на них, но не сработает для вас. Таким образом вы можете испортить себе миграционную историю и ответственность за что лежит только на вас. Мораль этого видео такова. Если вам нужно принять серьезное решение, которое повлияет на вашу жизнь, жизнь вашей семьи и на ваше будущее, не пренебрегайте здравым смыслом. Обратитесь к профессионалам, будь то врач или юрист. Обращайтесь к тем, кто действительно знает, что делать именно в вашей ситуации, чтобы достичь желаемого и не наделать ошибок, которые потом будет невозможно или очень сложно и больно исправлять. Ну а мы в Relicate точно знаем, что нужно делать, если речь идет об иммиграции и путешествиях. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк этому видео, если словили себя на мысли, что попадались в ловушки советчиков из интернета. И обязательно подписывайтесь на канал. Здесь много интересного про иммиграцию и поездки в разные страны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...